Динамику, 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 динамику Мы с вами в прошлый раз начали более серьезно относиться к модели жидкой капли И начали обсуждать не только статические свойства ее, связанные с энергиями связи, но и динамику Динамику, динамику не сжимаемой жидкой капли И первое, с чего мы начали, это мы выяснили, что выбрали динамические переменные Мы написали, что радиус, как функция углов, расстояние до поверхности Расстояние до поверхности Р0 плюс сумма по лямбда мю Альфа лямбда мю Который является функциями времени И здесь стоит фи лямбда мю На фи кофи Значит, вот альфа лямбда мю наши динамические переменные И дальше мы просто нашли кинетическую энергию, как чисто гидродинамическую энергию движущейся жидкости Движущейся жидкости Написав, что в кинетической энергии НХ есть интеграл 1, 2 Движущая масса Здесь я напишу РО Р на В квадрате Движущая плотность частиц Движущая И граничное условие, которое мы написали, что В радиальное при Р равном Р Есть просто ДНО ДР от ДТ Фи ДТ Что скорость границы совпадает со скоростью границы, естественно Естественно, ограниченные условия Ну и дальше Предполагаю, что наша скорость Обладает свойством отсутствия завитренности Что РОТОР В равен 0 Нет никаких движений связанных с вращением над костями А вот мы вводим. Скорость Производитель Ну, все скорость Может, не можем это померять? Электроцедаки А но не надо ее уметь Зачем она уметь А как еще иначе? Ну просто по-другому Кинетическую энергию не можем писать Если не указай гидродинамика Значит, мы должны скорость шуткости Вводить Мы же каплю рассматриваем как сплошную среду в этом смысле, поэтому ничего кроме гидродинамики он производит не может. Этическая энергия вот такая. Ну и дальше, значит, скорость V представлена как градиент, не выбирал потенциал, а скорость V... И дальше у нас есть, если мы говорим гидродинамика, то у нас есть уравнение непрерывности. ДРО ПДТ плюс дегрегенция Ж, плотности, равно Ру. И, коль скоро уложит изнежимаемо, то у нас Ро константа, не зависит от времени, и здесь ставится дегрегенция Ж, которая сводится уже просто к тому, что дивергенция V, поскольку уже есть ровно V, дивергенция V должна быть равным другом или уравнение Лапласа на вот эту самую потенциал скоростей. Лаплас V. Ну и дальше мы решаем уравнение Лапласа. Находим вообще решение. И, используя вот это граничное условие, выражаем вот этот потенциал через альфа с точкой. Альфа с точкой. Ну и потом, подставляя скорость сюда, вычисляем интеграл и находим, что кинетическая энергия К есть одна вторая сумма по лямбля-мю, здесь стоит B лямбля, а здесь стоит альфа лямбля-мю с точкой по мудрю квадрате. И B лямбля-это то, что называется массовый коэффициент, по аналогии с кинетической энергией обычной. По аналогии с этой кинетической энергией он есть вот такая вершина. на B лямбля-это есть масса умножить на плодность частиц, поделить на лямблю и на r0 в пятой стенке. Ну понятно, что размерность массы здесь не пахнет, но по смыслу это аналог массы. Так, дальше нам нужно найти потенциальную энергию. Но если мы рассматриваем малое отклонение, то тогда можно считать, что возвращающая сила будет линейна по отклонениям от сферической формы. То есть линейна по аналогу, сила возвращающая. Но тогда означает, что у вас, например, не потенциально будет квадратична по этим самым переменным. Ну и дальше мы сразу можем написать общий вид. Потому что фактически вот такой вид получился из-за того, что мы имеем сферическую симметрию. Поэтому коэффициенты вот эти, коэффициенты до лямбля, они зависят только от мультипольности, от лямбля, от L. Но не зависит от проекции. Все проекции равны сферической симметрии. Поэтому сразу можно написать, что потенциальная энергия должна иметь вид такой. у равно одна вторая сумма по лямбля, если коэффициент c лямбля умножить на альфа лямбля мю, то он будет впадать. Ну и наша задача стоит в том, чтобы вычесть вот эти коэффициенты c лямбля. И в цепи ц лямбля, значит, в общем-то, задача сложная, это квантовая система. Строго говоря, мы должны подходить к этому микроскопически, рассматривать движение квантовых наклонов. Но, опять же, если мы считаем, что у нас отклонения малые, альфа лямбля много меньше единицы, малые крыльпами, то можем думать, что вот ту формулу масс, которую вы писали для сферической формы ядра, для статического случая, она будет справедлива и когда у вас есть малое отклонение от сферической симметрии. То есть все те же самые члены у вас будут присутствовать. Ну, естественно, только надо смотреть, какие члены там будут зависеть от деформации, а какие не будут. Ну, очевидно, что тут есть два кандидата на это. Это поверхностная энергия, то, что вот член, который мы писали, ВС на А в степени две трети. Потому что понятно, что мы можем написать это, как сигма, коэффициент поверхностного натяжения умножить на площадь, на площадь поверхности экрана. Ну, собственно, тогда сигма, очевидно, что сигма будет равна ВС, делить на 4 В, как и тут стоит R0 маленькая квадратная. Так что у вас R0 большое, есть R0 маленькая, но А в степени 1 третий. Это, значит, у нас вот этот R0, таким образом, зависит от А. Объем сохраняется. Ну и теперь, значит, это один член. Второй член – это, очевидно, колоновская энергия. Потому что при деформации, любой деформации у вас, она выгодна по отношению к колоновской энергии, потому что у вас среднее расстояние между частицами увеличивается. И тогда колоновская энергия будет уменьшаться. Поэтому деформация выгодна для колоновской энергии. Поверхностная энергия вам будет уменьшать деформацию, а колоновская будет стараться уменьшать. Поэтому вот эти два фактора нужно будет учесть, и их игра между собой вам будет определять как раз все динамики. Ну, давайте сначала займемся поверхностной энергией. Значит, нам нужно записать площадь поверхности для произвольной деформации. Для какой-то произвольной деформации. А потом, считая деформацию малой, разложить его. Как записывается площадь поверхности для произвольной деформации? Р от θ. Если у вас имеется некая функция р от θ. Значит, ну понятно, что там будет интеграл квадрат омега. Здесь будет, конечно, стоять m квадрат от 5 афин. Ну, это не вся, не вся правда, потому что вам нужно правильно записать элемент поверхности. То есть вот тут мы пытаемся элемент поверхности записать. Значит, в элементе поверхности, значит, вот если у вас была сферическая, а вдруг вы как-то вот так вот ее дефомировали, вот так, то тогда понятно, что в площадь будет входить косинус угла между нормальной поверхностью и вот этой нормальной поверхностью. Вот это косинус угла. Точно так же, как вот, когда вы, если помните, из анализа формулы длины дуги, там стоял корень из единицы плюс y штрих квадрат. Здесь тоже появляется такой же фактор, который как раз описывает, что у нас вот это увеличивается площадь при косинусе. Поэтому тут надо вот этот корень описать единица плюс градиент r квадрат. Ну, в полной аналогии с одномерным случаем, значит, в двумяном случае поверхность поверхность с такой же формулой описывается. Возможно, вы бы анализы даже это встречали. Ну, и тогда потенциальная энергия, связанная с поверхностью, будет выводить косинус сигма умножить на вот этот самый интеграл. Вот это омега. Здесь будет r квадрат от кета-фи. И тут будет корень квадратный, то есть единица плюс у вас это градиент r от кета-фи. Все в квадрате. Так, ну вот. Теперь нас интересует только изменение энергии от начальной. Начальная дается, значит, там, члену верной квадрат, поэтому просто, если вы пишете дельта-фу, дельта-фу-ф, то это будет сигма. Вот так, и тут, значит, нам нужно теперь считать, что у нас изменение поверхности слабое, поэтому вот этот градиент r или начинка маленькая, этот корень разложите. И тогда сигнал мы можем записать как будет d омега. А здесь мы стоим как квадрат от кета-фи минус 1 квадрата. Вот это первоначальное. И сюда мы должны добавить еще разложение угодно шленом, которое будет иметь в виду такой плюс 0 квадрат. А здесь стоит пополам градиент r от кета-фи минус 1 квадрат. Мы разложили код. В принципе здесь нужно стоять не одну квадрат. В принципе здесь нужно поставить r. Сразу же говоря, просто r от кета-фи поставим. Вот, теперь... r от кета-фи, да. Теперь смотрите. Вот этот градиент можно переписать следа. Вот теперь понятно, что здесь надо... В общем-то можно ставить нам достаточно вот этого шлена, потому что уже в градиенте у вас будет работать только вот эта часть. И там малость уже будет обеспечена. В общем-то здесь нет, поэтому вот здесь мы поставим сразу р. Сначала, конечно, нужно ставить полное. Но уже в разложении надо ставить р. Квадрат. Дальше... Что мы делаем? Дальше... Давайте вот этот шлен проинфигрируем по частям. Мы перекидим градиент. Вот стоит градиент r в квадрате. Мы по частям проинфигрируем и градиент перекинем на второй. И тогда ответ получится такой. Это будет сигма. Интеграфа диаметра. А здесь вот так. Понятно, что от градиента здесь остается только угловая часть. Потому что R0 константная и там зависит только от угловая часть. Поэтому мы можем проинфигрируем в игровую часть. Ну и тогда стоит здесь R квадрат как это и минус R0 квадрат плюс R0 квадрат по фонламу, а минус, не будет минус. А здесь будет стоять R квадрат по фонламу, а тут в лавмассе угловой. Помню, я отпишу. R квадрат по фонламу. R квадрат по фонламу. Значит... Дальше будем путать. Теперь да. Теперь вот с этим очень легко. Потому что у вас в лавмассе омега, действуя на у, лавмассе омега, действуя на у лавда мю, дает минус лавда на лавда плюс один на у лавда мю. Поэтому вот действие этой производной вычисляется инвентарно. И дальше вы просто можете интегрировать. Значит тут квадратичный швен и тут квадратичный швен. У вас есть... Значит лавда равная нулю не дает квадраты. А здесь лавда равная нулю... Ну и здесь есть линейный швен. R квадрат сократится. Есть линейный швен. Два суммы по альфа. Но тогда в линейном швене остается только лавда равная нулю. Остальные в теграмы по у дают ноль. Вот, а квадратичная часть она дает, как мы уже видели в этом случае, дает как раз альфрендер по мудру в квадрате. Из свойств ортогональности Y и их комплексного сопряжения. Поэтому сразу можно написать здесь, что это есть сигма. Интегралка для омега. Здесь стоит два корня из четырех и альфа ноль ноль. Альфа плюс сумма по лавда мю альфа лавда мю по мудру в квадрате. Это вот от этого члена. Вот. А... Да, от этого члена... Вот так. Еще тут надо общий R квадрат вынести. Общий R квадрат надо вынести. Так, теперь смотрите. Вот тут стоял лаплас угловой. Значит, его надо еще поделить, наверное, на квадрат тогда. Чтобы оставить угловой лаплас. Потому что у нем есть единый R квадрат члена. Он только на поверхности у вас работает. Поэтому это, наверное, может сократиться. А то, что останется здесь будет дальше плюс одна вторая сумма по лавда мю лямбда на лямбда плюс один на альфа лямбда мю по мудру в квадрате. Вот и все. Ну, дальше мы должны подставляем из условия постоянства объема чему равно вот это самое альфа лямбда мю и приводим подобные члены. И получаем вот такое выражение, что у S равно сигма R0 в квадрате по валам, а здесь, кстати, сумма по лямбда мю, и тут стоит вот такая комбинация. лямбда минус один на лямбда плюс два. И здесь альфа лямбда мю по мудру в квадрате. Значит, минус вот этот появился просто из-за того, что альфа ноль ноль есть минус сумма с соответствующим множеством вот этих альфа лямбда мю. Альфа лямбда мю. Причем там с тройкой еще. Поэтому там как раз вот тройкой появляется. А, тройкой появляется. Поэтому получается вот такое выражение. Ну и поэтому коэффициент жесткости возвращающей силы, С, за счет S за счет поверхности, он есть, ну вот эта самая величина, Сигма R0 в квадрате. Давайте я пишу S сверху. А здесь я пишу лямбда. Сигма R0 в квадрате. На лямбда минус один. Лямбда плюс два. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту самую разницу. Лямбда минус один на шею вот эту ноль. Прямо отсюда следует, что если лямбда равна единице, то у вас потенциальная энергия равна нулю. То есть у дипольной моды у вас потенциальной энергии деформации не работает. Но это прямо связано со смыслом, что дипольная мода в таком приближении, в малом, это просто смещение как целого. Смещение как целого вам не меняет по библиотечной поверхности, поэтому энергия обращается в норму. Ну и вообще это должно получиться всегда. То есть полная целябда, вот эта полная целябда обязательно должно содержать будет лямбды без единицы. Потому что если вы смещаете на небольшое расстояние, то у вас ни кулоровская энергия внутренняя, ни поверхностная энергия не меняются. Ну вот, значит, вот мы сосчитали вот эту задачу. Собственно, эта задача была решена еще релеем много лет назад. Причем именно заряженная капля, когда он обсуждал, почему звук в тумане лохнет. Ну и оказалось действительно, что звук в тумане лохнет просто по той причине, что у него начинают возбуждаться поверхностные колебания капли тумана, капли воды, которые поглощают вот этот самый звук. Энергия звукового пола тратится как раз на колебания вот этих капель. Так что эта задача была решена, просто мы повторяем ее, что называется, во временных обозначениях. Значит, теперь следующий пункт, это кулоновская энергия. Кулоновскую энергию... Ну, для этого, чтобы сосчитать кулоновскую энергию, можно пользоваться разными методами. Можно пользоваться... Значит, во-первых, мы должны написать, что кулоновская плотность заряда ρt, в нашем случае, это есть по-прежнему некая ρ0 константа на θ-функцию от r от θ-φ минус r. Когда r меньше, чем расстояние до поверхности, то плотность константа когда больше, чем расстояние до поверхности, то уже 0 плотность. Ну, а дальше можно поступать к следующему образом. Можно воспользоваться либо написать, что у кулоновская есть интеграл 1, 2, ρc от r, ρc от r штрих, и дальше разлагать ρ. Ну, как видно, здесь до второго порядка надо разлагать ρ, потому что есть болевой порядок, может, на второй, и есть произведение до первых порядков. До второго порядка нужно разлагать, ну и дальше надо будет интегрировать вот этот самый знаменатель. Это некоторые сложности вызывает. Второй способ, вы записываете у кулоновская как 1, 2, интеграл d, так тут, d3r, d3r штрих. А здесь пишите, d3r, а здесь пишите, ρr умножить на электростатический потенциал, который создается в этой самой плотности. Чем это лучше? Ну, здесь лучше только тем, что вам не надо интегрировать дважды и не делать эти знаменательные. Ну и тогда, опять же, вы можете записать это следующим образом. Что дельта пу, давайте что-нибудь надо стереть. Значит, ну поверхность мы записали, вот так вот эту часть, которую вы можете сделать. И написать, что дельта пу, c равняется 1, 2, интегралов. Здесь стоит дельта, ρc, а т, мальчерка, плюс. Где дельта, ρ нужно брать во втором порядке. Здесь у вас будет 1, 2, а здесь будет 1 на 2, интеграл d3r, здесь дельта, ρc, на d3r, d3r, d3r. Ну вот, собственно, такое выражение. Причем дельта РО, дельта РО, дельта РОС, есть такая величина. Это будет РО 0, вот разлагая дельта функцию по малому типсаму, по дельта Р, здесь первый порядок дает дельта Р от тета на дельта функцию от Р 0 мус Р. Ну вообще все только на поверхности. Ну и до второго порядка разлагаем. Вот одна вторая, дельта Р в квадрате, на дельта штрих от Р 0 мус Р, производная дельта функции, так и знаете. Ну тогда, значит, кстати, вот этот второй порядок вообще необходимо в плотности учитывать, потому что у нас есть условия сохранения объема. Поэтому интеграл подъема Д3Р от дельта РОС должен быть равен 0. Ну и в одном же время вы это обеспечить не можете, потому что здесь остается только альфа 0,0, и она компенсируется вот этой частью. Альфа 0,0 компенсируется этой частью. Ну вот, а дельта Фи вы можете найти просто из уравнения Пуассона. Из уравнения Пуассона. Дельта Фи в правочайстве должна стоять, что там, два класса. Фи равняется минус 4 Фи дельта Руц. Дельта Руц. Причем, поскольку дельта Руц отличена, например, только на поверхности, то есть у вас есть просто измерение поверхностной плотности заряда. Когда внутри ядра потенциал у вас подчиняется уравнению ВАПЛАС. Уравнение ВАПЛАС вы пишете так же, как вы писали, у потенциала скорости решения. А разница в том, что у вас тогда есть скачок потенциала, скачок производных потенциалов на поверхности. Потому что там есть поверхностная плотность заряда, поэтому у вас есть скачок потенциала. Там появляется скачок. Поэтому граничные условия здесь немножко будет другое. Да, ну я не буду эти вычисления дальше проделывать, я просто напишу ответ. Я просто напишу ответ. Ответ выглядит следующим образом. Ответ выглядит следующим образом, что дельта Кулоновская. Дельта Кулоновская выглядит так. Ну, естественно, 1,2 С, так я напишу, сумма по лямбду мю, С лямбда Кулоновская умножить на альфа лямбда мю по малой в квадрате, все равно остается альфа лямбда мю по малой в квадрате. А вот С лямбда Кулоновская, она имеет вот такой вид. С лямбда Кулоновская, есть минус 3 на 2, 3. Здесь уже просто Z квадрат, E квадрат, поделить надо 0 в квадрате. А тут мы можем лямбда минус 1, поделить на 2 лямбда плюс 1. Это 2 лямбда плюс 1 из гранических условий в квадрате, в знаменателе. Так, и знак минус, что говорит о том, что вам деформация выгодна. Деформация выгодна. Так, ну вот теперь, если собрать это все вместе, то тогда полная потенциальная энергия принимает вот такой вид. Так, это вот сотрем. Значит, У. Ну, я напишу так. Дэль, так У. Так, часть потенциальной энергии. Вот это, где У обозначает. Поэтому просто будем считать, что это У. Это есть колебательная часть возвращающей силы. Она записывается там. Это есть лямбда без единицы поделить на 4. Общая множка лямбда без единицы тут тоже есть. Кстати, это вот при вычислениях, это будет там некоторым указанием, что у вас правильно все вычислили, если у вас получилось лямбда без единицы. Выползла. Так, а здесь стоит лямбда плюс 2 умножить на ес. Это поверхностная энергия формуле масс. Это бс на а в степени 2 третьих. Минус 10 поделить на 2 лямбда плюс 1 на екулоновское. Это вот эти самые z квадрат поделить на а в степени 2 третьих. И б кулоновское, которое 0,7 мл. То есть, строго говоря, вот эта часть мала. Вот эта часть мала. Но с ростом z у вас получается, что этот вклад его будет заметен. И, как мы сейчас увидим, это даст нам еще одну границу устойчивости ядер по отношению к делению. Теперь смотрите. Ну, видно, что минимальная энергия будет у... Ну, это c лямбда, что я не знаю, я не знаю, вот это еще такое, c лямбда. Это c лямбда полная. Этическая энергия вот здесь, это c лямбда. Значит, минимальная энергия у вас будет, когда лямбда равно минимально возможным. То есть, двойки. Когда, значит, вот здесь вот он будет большой, выставится больше. Здесь будет самое малое значение. То есть, цель ангда... То есть, минимальная энергия имеет подрухольные колебания. Что прямо согласуется с тем, что видно. Все черно-черные ядра, за исключением магических, имеют в первом возбужденном состоянии состояние типа с квадратными числами 2+. Весь 2+, энергия колебания. Значит, 2+, это имеется в виду момент и четкость. Момент и четкость. 2+. Ну, четкость, очевидно, здесь, поскольку стоит у краб на ню, то четкость будет минус 1 степень лямбда. Поэтому, скажем, следующее колебание по энергии, это актуольные. Они будут, соответственно, 3 минус. 3 минус. Это актуольные колебания. Так. Ну вот теперь. Значит, мы получили кинетическую энергию, потенциальную энергию. Ну и можем дальше... Сразу можем записать... Не знаю, давайте начнем сначала от печки, в том, что мы здесь записали альфа с точкой. Тогда мы должны иметь дело с функциевой гранжа. Это патронжано. Который есть к минус у. К минус у. Ну и тогда, значит, это есть одна вторая. Сумма по лямбда В лямбда альфа с точкой лямбда мю по-моему, в квадрате плюс одна вторая все лямбда на альфа лямбда мю по-моему, в квадрате Так, ну, здесь можно... Поскольку у вас комплексно-сопряженное состояние, они не совсем независимы, потому что есть связь между актуальным альфа лямбда мю, то можно перейти, записать это в более удобном виде, где будут входить только наши переменные альфа лямбда мю и комплексно-сопряженное исключить. Тут только одни переменные входят. Для этого давайте введем вот такой метлический пензаж g мю-ню, который есть минус единица с этими мю на дельта мю-ню-ню. Дальше длину минус единица с этими мю-ню. Поскольку здесь прямо стоит альфа... альфа сопряженная, есть альфа лямбда минус мюс с множителем плюс единица с этими мю-ню. Поэтому давайте введем вот этот такой альфа лямбда и тогда наш ответ запишется так, это будет одна-вторая сумма лямбда мю, с ню-ню, с ню-ню, здесь стоит b лямбда, здесь стоит g мю-ню, альфа лямбда мю, альфа лямбда мю, альфа лямбда мю. альфа лямбда мю, 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 альфа лямбда мю. Ну вот все, мы исключили комплексные перемены. Ну и тогда мы можем найти, кто тут с точкой надо поставить, найти сопряженный импульс пи лямбда мю, который будет dl альфа с точкой лямбда мю. Значит, поскольку альфа с точкой лямбда мю в знаменателе, то у вас пи становится контравариантным по индексам. По индексам ну и дифференцируем, и дифференцируем, и мы видим, что одна вторая ситуация это есть b лямбда на g мю ню на альфа лямбда мю с точкой. Альфа лямбда мю с точкой. Ну, как полагается, у массы на скорость есть импульс. У массы на скорость есть импульс. Ну, этот пи, а в чём импульс теми же свойствами обладает компрессант сопряжения, что и альфа. То есть, если мы подставим сюда вот это выражение, то видно, что он будет выражаться через альфа с точкой ганда минус, ну, альфа с точкой сопряжённая. Альфа с точкой сопряжённая. Так. Ну, дальше смотрим гаминтониан. Наш гаминтониан обладает, вычисляется, если вам известно, то есть лаграммжат. Судя в гаминтониан, это есть Судя в гаминтониан, сумма в гаминтониан значит тут будет гаминтониан умножить на альфа с точкой гаминтониан минус гаминтониан в гаминтониан по определению гаминтониан Ну, и так дальше мы можем альфа с точкой исключить через пи-минтониан ну, и, естественно, гаминтониан прогретает вид замечательный это будет сумма по лям-дамю здесь будет Пи лям-дамю на Пи лям-дамю 9 на 2 2 в лям, да? Плюс соответственно давайте я напишу так это будет То есть Cmd это возвращающий коэффициент, возвращающие силы, коэффициент жёсткости, Cmd, а Bmd это массовый коэффициент, поэтому чертонды получаются вот такие. Ну дальше, естественно, поскольку вся эта капля у вас квантовая, то вам нужно проквантовать это выражение. Ну квантование здесь для осциллятора не вызывает трудностей, просто должны считать, что у вас есть такие компенсационные соотношения. Коммунтата αλμμ с φλμ это есть I, Hλμμ. Ну и тогда они становятся операторами. Дальше вы можете ввести операторы для рождения и уничтожения обычным способом, как для осциллятора делается. оператором U, λμ, уничтожением, здесь уже мы считаем, что они операторы. Это будет корень квадратный из Bλμ' И, соответственно, мы делаем, как λ поделить на 2H, здесь Hλμ, плюс I поделить на корень из 2H, Bλμ, и будем на λ, на πλμ. Ну и, соответственно, элементовский сопряженный к нему будет оператором рождения. Их коммутаторы будут, также на дельта функцию, но без всякой И, на единицу. Так что, если вы будете писать коммутатор Qλμ с Qλμ, есть, а также на дельта функция, с Qλμ, и, на единицу, с Qλμ, и, на единицу. И дальше дальше, действуя операторами на основное состояние, вы получаете первое возбужденное состояние, которое содержит один колебательный квант, Дальше, действуя еще раз оператором рождения, вы получаете состояние с двумя квантами колебательными, ну и с тремя. Получается квилистантный свектор, в котором расстояние между уровнями есть аша-мегалянка. Аша-мегалянка. Ну как, когда вот этот габельтонел через эти операторы, когда шевеликовано присоится, давайте я его еще сюда пришел, что это есть сумма по лямбе. Здесь будет стоять аш-мегалянка, а здесь будет стоять скобку. Поставим Q, крест, грант, вернем, на Q, грант, вернем, плюс 1 кванта. Вот это операторы, ну а это тогда есть операторы числа кванта. Число-крыватель кванта. Вот, таким образом мы проглантовали нашу систему. Я хочу сказать, что это общее правило, что вы вводите канонические переменные. Если у вас есть лаграджан, дальше пишите лаграджан, находите габельтониан и постулируйте функционные соотношения между канонически сопряженными переменными. Координата обобщенная и обобщенный и плюс. Все, после этого вы уже можете решать квантовую задачу. У вас есть габельтониан, дальше можете решать. Да, можно решать уравнение Шейдингера. Можно решать уравнение Шейдингера, если ввести соответствующий оператор деференциальный ввод в этом пространстве. Например, написать, что Пи, в этом представлении, это есть ИН, ДПДА. Тогда можно уже писать что-то, ввести волновую функцию в этом пространстве и решать уравнение Шейдингера соответствующего. Да, но теперь вопрос. Значит, у нас все как есть, поэтому можем посмотреть, чему равны вот эти энергии первых возбужденных состояний. Так, нам, наверное, надо передо сделать. Давайте на пустой тропик. Теперь же частоты у нас получаются в результате наших вычислений. У нас уже все в руках есть, у нас с лямбда известна, б лямбда известна. Просто подставляем и для самого нижнего колебания для 2+, для лямбда равной двойки. Мы получаем следующий ответ. Значит, если пока пренебречь под этой кулоновской частью, считать, что все придет. В основном, кулоновская часть в общем-то. Вот, малый дает здесь. Значит, лямбда двойка тут, уже пятерка стоит, поэтому тут просто два кулона. Два кулона это немного, это один мэр всего. Значит, омега, лямбда, омега два, омега два плюс, это есть. Значит, аж, а здесь стоит корень квадратный из тридцать два и поделить на три. Здесь стоит сигма, коэффициент по весному натяжению, поделить на массу протона и на а. Ну, если теперь подставить, что такое сигма через БС, ну или прямо вот отсюда, через ЕС, то ответ получается такой, что это, значит, примерно тридцать шесть поделить на корень из А в мелок. То есть, что мы видим? Мы видим, что у вас зависимость плавная, что максимальная энергия идёт в районе лёгких ядр. Ну, в лёгких ядрах, там, уже надеяться на то, что у вас модель же при капле хорошо будет работать нельзя. Ну, и видно, что вот в области, если А порядка сотни, то получается три с лишним мэра. Ну, если двести, ну, тоже там, двести там ещё, ещё чуть-чуть помещено, будет около трёх мэр. Ну, а теперь интересно посмотреть, а что же наблюдается в природе-то на эксперименте. Ну, все эти энергии известны, их померили, потому что у вас ядро, если возбуждено 2+, то энергия у него, поскольку не такая большая, то и там вылетит ничего, кроме гамма-кванта, не может. Поэтому просто гамма-квант испускается, и энергия гамма-кванта прямо вам говорит вот про энергию. Состояние 2+, ну, вот теперь давайте посмотрим, что наблюдается в природе после того, как вы померили все вот эти энергии. Так, вот, замечательно, картинка. Значит, вот тут у вас, вот тут у вас число кедронов отложено. Да, число протонов, оно указано вот здесь цифрами. Цифрами указано вот здесь вот это число протонов. Ну, видно, что, во-первых, у вас тут явно периодическая функция, которая хотя бы убывает. периодическая функция, и минимум становится все глубже и глубже. Ну, и смотрите, если энергии типичные, вот здесь большинство гидр, то тут вообще они меньше было. Сила. 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 Батарейка, вот видите, вот это не МЭЛ, они все меньше МЭЛа. И здесь минимум вообще, видите, тут 200 кедр и тут вообще меньше 200 кедр. Меньше 200 кедр. Меньше 100 кедр. И здесь тоже. Единственное ядро, это магические ядра, у них действительно энергия как-то вроде начинает приближаться только к жидчей капли. Итог, у легких ядра он все равно меньше, чем эти самые 3 МЭЛа. И вот такого свинца, у самого теплого, у него 3,5 МЭЛа. Который примерно соответствует тому, что дает вот эта капля. Много лишнего. Вот такая картина. Так что получается, что модель жидкой капли, хотя она статические свойства описывает очень хорошо, но динамику вот этого она совсем не описывает. То есть здесь ситуация достаточно такая тревожная. Ну, на самом деле, ну, тем не менее, кое-что все-таки из этого соображения, из этих рассмотрений мы можем все-таки найти. И это кое-что, оно связано с пределом стабильности ядра. Значит, смотрите, как у вас видите, есть два члена. Вот этот член залезет в Z квадрат, делить на A. А второй член, A в степени 2 третьих. Делить на A в степени 1 третьих, A в степени 2 третьих. Ну, поэтому можно посмотреть, когда у вас частоты колебания обратятся в ноль. Частоты колебания обратятся в ноль. Ну, это происходит тогда, когда Е кулоновская будет равно 2ЕС. Как легко видите отсюда. 2ЕС. 2ЕС. Ну, и тогда... Значит, это равно 2BS на A в степени 2 третьих. АЕ кулоновская равно ВС на Z квадрат на A в степени 1 третьих. Ну, и доставляем и видим, что это происходит тогда, если разделим на A в степени 2 третьих. Когда у вас такой параметр Z квадрат на A станет равным 2BS поделить на B в кулоновской. В общем, этот параметр, если я поставил Z квадрат на A в степени, он оказывается равным сорока леяки. Вот этот параметр X. И если у вас параметр X, X критическое, X критическое. Вот этот параметр X, его критическое значение вот такое. Ну, и если посмотреть на тяжелые ядра, то, например, вот этот параметр X от Урана 238, он уже где-то 35 и 5. То есть, в общем, довольно близко. А если взять с Калифорнии, еще более тяжелые ядра, X равняется X от Калифорнии, сколько там у него? 264. Ну, то у него эта величина уже 39 и 3. То есть, в общем, это все приближается. Вот, теперь, если вот это, если посмотреть на плоскость ZMZ, плоскость NZ, то тогда на плоскости NZ у вас будет еще одна кривая. Одна кривая. И вот к тем же кривым, которые вы рисовали, которые определяют область стабильности ядра, И вот, когда нравится, еще одна величина, еще, еще одна кривая. Вот, это на следующем, на следующем рисунке будет. Еще долго так. Вот, смотрите, вот это вот тот рисунок, который я схематически нарисовал. Ну, вот эта черная линия, это долина стабильности. Вот это, значит, дриплайн нейтронная. Это дриплайн протонная. Это по отношению к вылету протонов нейтронов из ядра свободного. А тут вот это вот наше кривая идет вот здесь. Ну и, как видите, она пересекает вот эту долину стабильности. И вот это дриплайн. И это означает, что у вас ядра в эквивалентности уже существовать не могут. То есть стабильные ядры, вот здесь нет. Что с ними происходит? Ну, что? Ну, получается, что энергии деформации обращаются в норму. Поэтому они, чтобы деформироваться, они дальше полурубское взаимодействие их раскидают. Просто деление. То есть ядра становятся неустойчивыми относительно деления. И это как раз ограничивает ядра с большим запием. С большим запием. Ну вот, на самом деле, опять же, это рассмотрение чисто классических маленьких квантовых эффектов. Здесь не учитывали. Поэтому, на самом деле, есть эффекты, связанные вот с той периодичностью и существованием магических ядр. Поэтому, вообще говоря, тут утверждают абсолютно, что нет никаких ядр в этой области. Мы не можем. Ну и действительно, есть такие вот те оболочные эффекты, которые мы будем дальше обсуждать. Которые приводят к тому, что энергия связи немножко увеличивается. И ядро может быть стабильным. Ну вот эти сверхтяжелые элементы. Эта область по церквям должна быть в районе Z где-то 100. В районе Z 116, до 118, до 120. Ну и вот, действительно, в последние несколько лет было открыто стабильное ядро Z. Ну, практически стабильное. Потому что он живет там, грубо говоря, минуту. До Z равен 116 и 118. 118 – последнее ядро. Дальше, пока никаких стабильных ядр не обнаружено. Стабильнее в том смысле, что они живут там долго по ядрам, по масштабам. Долгое. Потому что ядро можно считать, что оно существует, если там нуклоны сделают хотя бы один оборот. Вот. Ну а если… А эта граница типа 10 минус 20 секунды. Ну а здесь у вас там минуты живут, ребята, в этом смысле, в этом масштабе он просто стабильный. Можно считать стабильным. И там просто обычный распад идет. Как любое возбужденное состояние. Просто потому что есть состояние с меньшими. Поэтому туда идет переход. Так. Ну вот. Все, что мы можем сказать из модели жидкой каплики. Видите? Статические свойства и даже объяснение того, что почему нет реально с большим Z, мы, может быть, мы получили. Но вот проблема с этими самыми… с возбужденными состояниями, она остается. И это означает, что мы какие-то квантовые эффекты здесь пропустили. Теперь. А вообще какие другие возбуждения вообще бывают? Нет, а будут ли мы еще в этой модели какие-то другие возбуждения? Кроме тех, что мы посмотрели. Ну, ответ утвердительный. Да. Есть такие возбуждения. Эти возбуждения связаны с тем, что у вас в ядре есть два типа частиц. То есть, грубо говоря, две жидкости. Это протонная и нейтронная. Протонная и нейтронная. Ну и, конечно, ядро не сжимаемо. Это означает, что у вас не сжимаемо. Это означает, что плотность, такая средняя, суммарная плотность ядра, которая есть в плотности нейтронов, протонов, меняться не может. Но могут быть движения, связанные с тем, что у вас плотность, скажем, протонов увеличивается, а плотность нейтронов уменьшается. Суммарная плотность от этого не меняется, но плотность отдельных компонентов у вас может меняться. По-прежнему у вас система полностью не сжимаема, но вот такие относительные колебания плотности нейтронов, относительно протонов, они разрешены. И тут уже физика будет немножко другая, потому что здесь вы можете уже менять, то есть плотность уже становится функцией времени. Вот это зависит от времени. Значит, вот давайте мы эти колебания немножко сейчас рассмотрим. Давайте мы эти колебания сейчас рассмотрим, такие колебания. Значит, плотность протона от D можно записать в таком виде. Значит, сумма напишем от A равного единица до A большого по всем частицам, а здесь мы оставим только оператор, который выделяет протоны. Одна вторая единица плюс tau-3 A частицы. Значит, если tau-3 равно плюс единице, это протон. Если tau-3 равно минус единице, это нейтрон. Поэтому для нейтронов у вас будет тоже, а для протонов будет уотить нейтрон. Ну и здесь электрофункция R минус R A. Соответственно, плотность нейтронов от R будет даваться сумма от A равного единице до A. И здесь одна вторая единица минус tau-3 дежды функция R R минус R A. Вот такая плотность. Теперь смотрите. Вот в этой сумме первый член вообще не зависит от вида частиц. Поэтому его можно назвать изоскаляром. Он не видит разницы между протонами и нейтронами. Член изоскаляром. Поэтому вот эта плотность, если вы сложите их, то как раз получите, что ρ протонная плюс ρ нейтронная. Это есть ρ ноль. 0 это означает безотопический спин равен нулю. И у него где-то есть сумма пол А по всем А верта от R минус R R A. А если вы возьмете разность ρ протонная, то вы получите выражение такое, что это будет сумма пол А от R равного единице до А. А тут будет стоять tau-3. tau-3а. Тау-3а. То есть если на цель на пункция R минус R A. Тау-3а. Тау-3с себя ведет как вектор при поворотах в изотопическом пространстве. Поскольку это одна из талумов. Третья компонент – это вектор изотопического. Поэтому эту плотность называется изолекторной. Я бы за четвергую. Вот у вас есть изоскалярная плотность и изовекторная. Сумма их – это плотность протонов, разность плотности и два. Так вот, вот эта изоскалярная плотность меняться не может. У нас жидкость не сжимает. Но вот эта жидкость вполне может меняться во времени. Потому что здесь у вас умная плотность – константа относительная плотность. Начинает меняться. Начинает меняться. Ну и тогда. Значит, мы можем, считая, что мы все еще можем пользоваться бигардиномикой, для каждой жидкости. Мы можем написать, что у нас будет. И для каждой жидкости мы можем написать тогда такую величину. уравнение непрерывности, напишем, для протонов, Z, L, плюс, здесь напишем, что умножить пополам. Ну, пусть N равно Z у нас, пусть N равно Z, какие ядра будут рассматривать. Тогда плотность протонов средняя, есть половина плотности общей. Ну, а здесь стоит тогда дивергенция скорости протонов. Ну и, соответственно, D, R, D, P, D, D, есть плюс, равное пополам. Дивергенция скорости в нейтронах, и все это одно, естественно, в правильной движенности. Теперь, если мы вычтем одно из другого, то у нас слева как раз появится плотность изовекторная, а здесь, значит, сколько у РУНОЛЬ у вас осталось, здесь у вас возникнет разность скоростей, то есть относительная скорость движения протонов, относительная нейтрона, относительная скорость. Ну и тогда для изовекторных компонентов получается следующее уравнение непрерывности. РО1 с точкой плюс РО0 на дивергенция V1 равно 0. Вот такое уравнение непрерывности получается. Где V1 есть V протонов минус V нейтронов пополам. И относительная скорость. Так. Дальше. Дальше. Второе уравнение. Этого мало. У нас второе уравнение. Второе уравнение, естественно, уравнение рилера. Когда мы начнем с протонов и нейтронов, мы напишем, что МРОН на ДВ протонного по ДТ плюс градиент давления протонного ровного груза и соответственно МРОН на ДВ нейтронное по ДТ плюс градиент Т нейтронное равно груза давление протонов нейтрона ну и дальше, если перейти к относительной скорости то мы получаем, опять же, уравнение для вот этих самых величей которое выглядит уже аналогично, значит, сделанным структурам, да, вот родик здесь давайте я рядом напишу здесь вот МРОН на ДВ с точкой плюс градиент Т1 ДП1 это как раз из-за векторного компонента давления ну, давление у нас не в самой функции плотности естественно естественно поэтому мы можем написать, что у нас вот эта величина градиент П1 это есть ДП1 вот ДРОП1 умножить на градиент РОП1 градиент РОП1 ну и дальше получаем обычное волновое уравнение если мы теперь подставим РОП1 с точкой еще раз еще раз полиферицируем вот это уравнение и подставим сюда то получим уравнение волновое обычное которое нам даст Д2 РОП1 по ДТ квадрат плюс минус то есть минус У квадрат на Ла класс РОП1 равно нулю где У квадрат это есть прямо ДФ1 В РОП1 ДТО 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 Вот ДТО 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 УРВЕНИЕ МОГОТО чем определяется скорость этого звука чем определяется скорость этого звука ну для этого нам снова надо вернуться к формуле Маска и посмотреть что куда входит относительно соотношение между нейтронами и протонами ну это входит в фактически единственное место это энергия симметрии в которой записывалась где B 7 метров которая была равна B 7 метров умножить на N-Z в квадрате на 2A вот ну и теперь мы должны опять обобщить это выражение на изменение локальной плотности нейтрона потому что у нас мы просматриваем N равна Z поэтому вообще говоря это энергия равна нулю но если у вас локальное плотнение есть то локально у вас может это это выражение будет энергия будет отлично от нуля так локально значит в локальном пределе мы должны перейти к плотностям и от этого выражения и переписать эту энергию вот в таком виде если у вас 7 метров коэффициент достанется тоже а тут стоит интеграл D3R а здесь стоит R0 R0 минус R0 все в квадрате 1 на 2 R0 если у вас R0 константы то вы получаете старые выражения вы можете все это интегрировать и вы получите вот это старое выражение теперь теперь а вот это есть прямо в ротике ротике ну тогда тогда P1 должно быть равно дельта P1 сегментрии дельта R1 D1 R1 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 сегментрия Р2 C1 D0 D0 дельта D0 D0 D1 D0 D0 производства по плотности. Тогда у вас появится дополнительно еще одна плотность. Если считать, что плотность константра, и вы считаете, что это есть N делить на V, или для протонов это будет Z делить на V, а тут будет для нейтронов N делить на V, то вы для протонов и нейтронов, скажем, можете прямо получить что-то есть для EV, для одного и для другого. Но через плотность это удобно. Ну а тогда берем этот в аудиционную производную, и мы видим, как эта величина есть просто B с симметрией, так, тут стоит R0. Да, тут стоит R0. Здесь не надо, здесь R0 стоит. По размерности будет помочь, здесь нет. В асимметрии, а здесь лишь так R0 сократится, это будет просто... В асимметрии можно R0. В асимметрии можно R0. Вот эта разность остается. Это есть R1. Вот. Ну и тогда скорость звука, очевидно, есть просто B с симметрией, если мы подставим сюда B с симметрией, которая 48 R, разделить на массу, и посмотреть, что это, извлечь корень, то мы получим, что это скорость звука будет порядка 0,23c. То есть, в общем, хорошая такая скорость. 0,2 от скорости света, 0,2 от скорости света. Так. Ну, дальше мы можем вот это уравнение найти собственные моды. Мы должны найти собственные моды. Собственные моды колебаний в таком сферическом идее. Собственные моды колебаний, значит, мы ищем элементарно. У нас получается, значит, что R1, пишем, что это есть R1 на есть степени и Омега Д. Ну и тогда мы получаем очень простое. Что Лаплас R1 на 1 плюс k квадрат на R1 на 1 равно 0. Ну и дальше, значит, это уравнение кольца. Мы должны найти решение, которое в нуле регулярное. Опять же, это решение записывается уже через регулярные решения уравнения известной. Тогда можно общее решение записать в виде Р1 на Т. Здесь есть сумма по лямбда мю. Значит, здесь будет стоять R0 лямбда мю. Здесь будет G лямбда под k квадрат на Y лямбда мю под c квадрат. Значит, если х снимет сквырует, то тут возникает R в степени равны, и он все переходит в решение уравнение Лапласа. Где G? G равны – это сферическая функция Бессивы. Сферическая функция Бессивы. Теперь... Смотрите. Дальше. Граничные условия надо поставить. Граничные условия. Ну, давайте смотреть. У нас тут... У нас тут... Есть... Вот, относительная скорость. Ну, понятно, что на границе... У вас граница движется как целая. Граница движется как целая. Там независимо, протон или нейтрон. Она просто не имеет ничего. Граница всегда движется как целая. Поэтому на границе вот эти скорости должны совпадать. То есть, вот эта самая величина... Величина относительной скорости должна на границе обращаться в ноль. Ну, если относительная скорость обращается в ноль, то тогда и давление обращается в ноль, и его градиент обращается в ноль. То есть, градиент обращается в ноль. То есть, на границе у вас вернется точка равна нулю. Значит, градиент давления равен нулю. Значит, градиент давления равен нулю. Значит, градиент давления равен нулю, это означает, что градиент вот этот... Вот этот рот на границе должен быть равен нулю. И тогда условие на квадровольное на К будет выглядеть так. ДЖ лямбда от КР по ДР должно быть. При Р равном Д0 должно быть равно 0. Должно быть равно 0. Так. Вот это граничное условие для старикоэфферской исполнения, но немножко другое. Да, теперь еще один момент, смотрите. Поскольку движение относительное здесь, то здесь дипольная мода не запрещена. У вас есть относительное движение центра масс протонов относительно центра масс нейтрона. Это разрешенное движение. Общий центр масс остается на месте. Поэтому здесь уже есть лямбда равна 1. И низшая мультитольная здесь будет не двойка, а 1. Единица. Дипольная мода. Ну вот, если подставить... Да. Значит, для... Тогда вот здесь будет стоять линьон. Здесь будет стоять первое место. Там, синус... КР на Р... КР на Р квадрат. Там, минус косинус КР делить на КР. И первый ноль, у него низший ноль, отвечает тому, что К, вот этот самый номер ноль, будет равно 2 0 8. Это для... Лямбда равная 1. Дипольная мода. 2 0 8. Лямбда равная 1. Дипольная мода. 2 0 8. Лямбда равная 1. Ну, если теперь подставить... КР у вас вот отсюда получается. Это есть 2 0 8. А здесь стоит H. Подставить на Р 0. Р 0. Ну, а теперь если подставить цифру и сюда. 0 20 и C. Hc это 200. Делим на... На Р 0, которая есть там. А в степени 1 3. То мы получаем ответ такой. Что это примерно будет равно 79 поделить на А в степени 1 3. Я прошу вашему вниманию, что поскольку у вас... Вот это граничное условие определяет только величину КР. То тогда все частоты всех колебаний таких будут иметь общую зависимость от А. Вот такую. А в степени 1 3. С номинацией. Все колебания. Ну и вот, что еще? Что еще про них можно сказать? Да, ну и видите, это отличается степень 1 3. Там у нас получалось для поверхностных колебаний 1 2. Так. Теперь еще один момент. Протоны заряжены. Нейтроны не заряжены. Относительно движения. Будет генерировать депольный момент в зависимости от времени. Это означает, что у вас может быть депольное излучение. То есть эти модули должны излучать гаммокванты. Депольные кванты должны излучать. Будет депольное излучение. Ну и если они излучают, то они также их и поглощают. Поэтому если вы рассеиваете на ядре гаммокванты, то эти гаммокванты будут поглощаться с возбуждением вот этих колебаний. Поэтому сечение поглощения у вас должно иметь на этой частоте. Должно иметь пик. Пик поглощения должен быть. Сечение должно вырастать. Ну и вот интересный момент. Если посмотреть. Сечение фотопоглощения. Давайте вот картинку, как выглядит. Сечение фотопоглощения на зону. Она уже пикмонит. Подпишись. А кто же перед ногой? На зону у него перед носом. Сделано в месте в оставшем. бромет, винт. Comics при нам соответствиии! Нужно рисовать потом, чтобы разразив了 имплитый лист. Вот. Сечение поглощения на золоте. Вот смотрите. Значит, вот у вас, у меня вверх 8. С 8 начинается сечение меньше 10 фермер квадратных. Это милибар. Насколько я понимаю. Меньше 1 милибар. Барнет – 10 минус 24. Фермер – это 10 минус 26. Милибар – это 10 минус 27. А 10 милибар – это 10 фермер квадратных – это 10 минус 25. 10 минус 25. Ну, это прямо милибар. Нет, не может быть. Так. 10 минус 24 – милибар. Милибар – 10 минус 27. Так. 10 фермер квадратных – это 10 минус 25. А, 10 минус 25. А милибар – 10 минус 27. Это 100 милибар. То есть будет меньше 100 минус 25. Вот это 100 милибар – это меньше сечение. Так. Ну и дальше смотрите. Вот у вас вот, оп. По мере повышения энергии у вас вот прорисуется вот такая кривая, где сечение возрастает в 10 раз. Вот сечение здесь, сечение таких, отличается на порядок. То есть сечение 10 раз больше. Видно, что это такой очень хороший резонанс. Ну и вот по этой причине, по этой причине, его, как и называют, гигантский резонанс. Гигантский резонанс. Сечение этого воплощения. И это как раз связано с тем, что у вас возбуждается колебание в районе 14-ти энергии. Золото у вас 197, по-моему, и 196. Сколько? 197, а тут же написано. 197. Если вы извлечете колебание 1-3 и поделите, то вы как раз получите вершину, там, близко к 14-ти энергии. Как раз того же порядка. То есть вообще видно, что у вас есть такое возбуждение, есть в ядре его характеристики. сечение этого воплощения. Интересным моментом является то, что такое, такое явление, вот этот резонанс наблюдается вообще во всех ядрах. Просто во всех ядрах наблюдается вот такой, такой резонанс гигантский. И энергия его действительно, действительно совпадает вот с этой формулой. Но при этом я хочу, я хочу обращать ваше внимание, что если вы посмотрите на ширину его, то эта ширина будет, тут сколько, 12, тут 16, 4 мл. 4 мл по отношению к 14 мл. Это значит, что добротность его 14 разделить на 4, это что-то тройки всего. Чем больше тройки. Это означает, что этот резонатор, этот самый, этот самый резонатор сильно затухает. То есть, либо они сильно затухают. Спрашивается, куда девается целый курс? Чем эта ширина обусловлена? Причем эта ширина как раз не есть собственная ширина за счет предлучения амбоконов, вот этих гаммоквантов. А она гораздо шире. Чем эта ширина обусловлена? Ну, это обусловлено тем, что у вас все-таки это такое движение амбоконов, все нуклоны должны двигаться как гиренда. Но понятно, что есть столкновение, и тогда у вас эта гиренда разрушается, и получается, что нуклоны начинают двигаться беспорядочно. Происходит термализация, что называется термализация ядра. И вот эта ширина как раз означает, что процесс термализации очень эффективно идет, и у вас ядро, то есть у вас вот это движение рассыпается на возбуждение с малой эльбергии многих наклонов. То есть все нуклоны начинают, ну как положено в тепловом равновесии, у вас есть много числе возбужденных, вблизи поверхности фермы, вблизи поверхности. Ну вот, собственно, на этом я думаю мы закончим сегодня. И дальше у нас уже будут модели, модели более такие совершенно противоположные по духу, когда мы можем считать, что вообще все нуклоны в ядре движутся независимо друг от друга в общем поле. Единственное, что это поле само создаётся и между этим же углом. Вот это оболоченные модели, которые могут нам объяснять, что происходит, откуда берутся вот эти магические ядра и... Магические ядра, вот эти магические числа и чем они... чем они... откуда... чем значение эти магических чисел определяются? Ну вот, на этом мы сегодня давайте закончим. Вот. Вот. Ага. Вон. Ага.